привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий олег сегодня я только прилетел из севастополя вот только что вот мы севастополе сделали перелет до новосибирска машина привезла меня кемерово я сразу пошел своей собакой гулять сегодня очень важный дел день у моего друга севастополя у него день рождения андрей я поздравляю тебя с днем рождения желаю тебе здоровья успехов в общем всего самого-самого хорошего тебе и твоей дружной семье также хочу извиниться перед своим многочисленными друзьями которые проживают городе севастополе не получилось у меня как бы заехать к вам ко всем гостям просто потому что поездка была деловая краткосрочная но тем не менее я всех люблю всех помню итак друзья когда я летел севастополе со мной летел крымчанин ну вот с ним разговорились на тему как получить родословную значит как бы в россии с этим делом стать ну и так друзья давайте начнем с простого у вас на руках находится карточка вы приезжаете в город москву улица гостиничная дом 9 поднимаетесь на пятый этаж и там в любом из офисов этого как раз в этом на по этому адресу находится ркф российской кинологической федерации поднимаетесь на пятый этаж и спрашиваете значит о том в каком из офисов вам нужно получить именно родословную а вам подсказывают кабинет вы видите вы идете в этот кабинет сдаете свою щенячью карточку но вот здесь вот такой маленький момент значит может быть смотрите если ваш щенок по возрасту менее полугода вы живете где-то в другом городе вдали об отдаленном от москвы то не факт что российской кинологическая федерация как бы имеет уже сведения о помете то есть поэтому раньше чем чем полгода я думаю что вам обращаться не стоит тем более щенячья карточка которую вы получили вместе со щенком она действует там 15 месяцев по моему то есть считайте до полутора лет как бы вы можете 15 год и 3 до год и три месяца действует эта щенячья карточка вы можете с этой щеночей карточкой принимать участие во всех соревнованиях каких-то там выставках и так далее получать призы медали награды там и так далее чисто это у вас является документ но папа по истечении года и трех месяцев как бы ваша щенячья каста карточка перестает действовать и вот уже тогда вы посещаете как бы ну я говорю еще раз что вот и раньше чем полгода то есть не стоит этого делать потому что вполне возможно что сведения а поймете еще как бы заводчики питомника этого владельца питомника или там где вы приобрели этого щенка могли еще не передать в ркф поэтому значит после полугода вы приходите туда и узнаете раньше значит эта процедура стоила 150 рублей но сейчас видите у нас тут цены на все меняются поэтому не будем говорить о цене но опять же платите какую-то определенную сумму проплатите какую-то определенную сумму но сразу вы родословную не получите то есть это займет какое-то время определенное вы должны будете подождать где-то в районе месяца но заплатив опять же тоже какую-то определенную сумму вы сможете получить ее прям сразу же то есть либо вы платите в двойную там оба как это раньше был 150 рублей плюс 150 рублей получаете сразу же если сведения разумеется присутствует а поймете либо вы через месяц приходите тогда получаете как и дед понимаю вот один не умеешь играть значит тоже пояснение небольшое что приходить в эту российскую кинологическую федерацию можете не на ней непосредственно вы это может быть какой-то знакомый сделать сходить за вас глава чтобы у него вот эта щенячья карточка на руках было либо какой-то посредник то есть но опять же если вы находитесь не в москве где-то в отдаленных каких-то регионах то за вас может это сделать именно вот эта вот секция в которой вы значит приобрели щенка либо там это питомник какой-то но это будет стоить каких-то дополнительных расходов и решиться уже естественно это не в течение там одного месяца немножко побольше то есть были варианты когда там получали там 234 а то и полгода то есть занимал в зависимости от работы почты то есть нам курьера надо послать но опять же хочу сказать что это будет немножко подороже нежели вы сами явитесь на улицу гостиничную дом 9 на 5 этаж вот если же вы если же вы приобрели щенка где то в другом месте то есть не в питомнике в каком-то который зарекомендовал себя а где-то там у просто у людей у каких-то по объявлению поехали купили щенка вас уберяли что там все в порядке то рекомендую вам ознакомиться с тем как должна выглядеть настоящая щенячья карточка она имеет там ряд степеней защиты и так далее ознакомиться с родословные настоящие родословные как правило одного из родителей то есть потому что второй родитель навряд ли проживает из ксерокопии родословной второго из родителей и так эта передача была с любовью к крыму из города севастополя андрюша еще раз тебя поздравляю с днем рождения да еще один немаловажный момент то есть смотрите ваша щенячья карточка заканчивается через год и три месяца но это не знаете что вам кто-то может запретить получить родословную на свою собаку даже по истечению там пяти лет и более то есть просто единственное что вы будете лишены такой возможности участвовать в каких-то выставках и соревнованиях именно как представитель какой-то определенной породы заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег а